Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам расскажу сказку, которая называется «По щучьему велению». Жил-был старик, и было у него три сына, двое умных доработящих, а третий – лентяй, Эмеля. Братья работают, а Эмеля целый день лежит на печи, ленится. Как-то раз братья уехали на базар, а бабы-невестки давай спросить, сходи, Эмеля, за водой, а он из печи. – Неохота, сходи, Эмеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не дадут. Ну, ладно. Слез Эмеля с печи, обулся, оделся, взял ведра да топор и пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул одним ведром воды, зачерпнул вторым. Глядь, а там щука, вот уха будет сладка, а щука говорит ему человеческим голосом. – Отпусти меня, Эмеля, я тебе пригожусь. А Эмеля смеется. – На что ты мне пригодишься? – Нет, уж лучше невестке уху свалит. Щука опять замолилась. – Отпусти меня, Эмеля, сделаю все, что пожелаешь. – Ну, ладно, – говорит Эмеля, – сделай так, чтобы ведра сами домой пошли, и вода в них не расплескалась. – А ты скажи, по щучьему веленью, по моему хотенью, ведра и пойдут. – По щучьему веленью, по моему хотенью, ступайте ведра сами домой. Только сказал, ведра сами пошли в гору. Эмеля спустил щуку в прорубь, а сам пошел за ведрами. Идут ведра по деревне, народ дивится, А Эмеля идет сзади, посмеивается. Зашли ведра в избу и сами встали на лавку. А Эмеля опять на печь залез. Много ли, мало ли, времени прошло, невестке опять. Эмеля, пошел бы дров нарубил, неохота, не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гостинцев тебе не дадут. Вспомнил Эмеля про щуку и тихонько говорит, по щучьему веленью, по моему хотенью, Пойди топор, наколи дров, а дрова сами в избу ступайте и в печь полезайте. Топор выскочил из-под лавки и на двор. Да давай дрова колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут. Много ли, мало ли, времени прошло, невестке опять говорит. Эмеля, у нас дрова окончились, съезде в лес наруби, а он им с печки неохота. Ну не будет тебе подарков, делать нечего. Слез Эмеля из печи, обулся, оделся, взял веревку и топор, вышел во двор и сел сами. Бабы, отворяйте ворота. Невестки удивляются, что же ты, Эмеля, сел в сани, а лошадь не запрят? Не надо мне лошади. Невестки отворили ворота. Эмеля говорит потихоньку, по щучьему верению, по моему хотенью, ступайте сами. Сани в лес. Сани сами и поехали в ворота. Да так быстро на лошадях не догнать. Приехали, приехал Эмеля в лес, по щучьему велению, по моему хотенью, наруби топор дровишек по суше, а вы, дровишки, сами крепко вяжитесь и в сани валитесь. Топор начал рубить сухие деревья, колоть их на дрова, а дровишки сами веревкой вяжутся и в сани валятся. А еще велел Эмеля топору вырубить дубинку такую, чтобы на силу подгонять. Сел в сани, по щучьему велению, по моему хотенью, и шайте сани домой. Приехал Эмеля домой и опять залез на печь. Долго ли, коротко ли, услышал царь о Эмеляных проделках и посылает за ним своего офицера. Приехал царский офицер в деревню, вошел в избу и спрашивает. Ты, Эмеля? А Эмеля с печи. А тебе ж на что? Одевайся скорее, я тебя к царю повезу. А мне неохота. Растердился офицер. Да как стукнет Эмелю? А Эмеля тихонько, по щучьему велению, по моему хотенью, обломай дубинкой ему бока. Дубинка выскочила и давай колотить офицера. На силу тот ноги унес. Царь удивился, что офицер не справился с Эмелей и посылает своего вельможу. Привези Эмелю, а не то головы с плеч сниму. Накупил вельможа изюма, чернослива, пряников. Приехал в деревню, вошел в избу и стал спрашивать у невесток, что Эмеля любит. Наш Эмеля любит, когда его ласково просят. На красный кафтан посулят. Вельможа угощает Эмелю изюмом, черносливом, пряниками и говорит. Эмеля, чего лежишь на печи? Поедем к царю. Мне и тут тепло. А у царя тебе будет хорошо, будут кормить, поить. Поедем. Неохота. А царь тебе красный кафтан подарит. Шапку и сапоги. Эмеля подумал, подумал. Ну ладно, ступай вперед, а я за тобой вслед буду. Уехал вельможа, Эмеля полежал еще и говорит. По щучьему велению, по моему хотенью, ну-ка, печь, поезжай к царю. Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице прямо к царю. Царь глядит в окно, удивится. Что за чудо? А это Эмеля на печи к тебе едет, отвечает вельможа. В это время у окна царская дочь сидела, Марья царевна. Эмеля увидал ее в окошке и говорит тихонько. По щучьему велению, по моему хотенью, пускай царская дочь меня полюбит, а ты, печь, домой ступай. Печи пошла домой, пошла в избу и на прежнее место стала. Эмеля опять лежит, полеживает, а у царя во дворце крик да слезы. Марья царевна по Эмели скучает и жить без него не может, просит отца, чтобы выдал ее за Эмелю замуж. Затужил царь, говорит опять вельможи. Ступай, приведи Эмелю, накупил вельможа вин сладких до разных закусок. Поехал в деревню, вошел в избу и начал Эмелю почивать. Эмеля напился, наелся и спать лег, а вельможа положил его в повозку и повез к царю. Царь тотчас велел прикатить большую бочку, посадил в нее Эмелю и Марью-царевну засмолил и в море бросил. Долго ли, коротко ли проснулся Эмеля, видит темно, тесно, где же-то я? А Марья-царевна ему отвечает, Эмелюшка, нас в бочку посадили, в сери море бросили. По щучьему велению, по моему хотенью, говорит Эмеля, ветры буйные, выкатите бочку на сухой берег, на желтый песок. Ветры подули, море взволновалось, бочку и выкинуло на берег. Вышли из нее Эмеля и Марья-царевна, а вокруг только море, это желтый песок. Эмелюшка, где же мы жить будем? По щучьему велению, по моему хотенью, говорит Эмеля, выстройся каменный дворец с золотой крышей. Только сказал, появился каменный дворец с золотой крышей. Пошли, Марья-царевна с Эмелей, во дворец. Эмелюшка, а нельзя ли тебе добрым молодцем стать? Тут Эмеля недолго думал, по щучьему велению, по моему хотенью, стать мне добрым молодцем, красавцем писаным, и стал Эмеля таким, что ни сказки сказать, ни пером писать. А в ту пору царь ехал на охоту и видит, где раньше ничего не было, дворец стоит. Это что за невеже без моего дозволения на моей земле дворец поставит? Послы побежали спросить, кто такие, Эмеля им отвечает, просите царя ко мне в гости, я сам ему скажу. Царь приехал к нему в гости, ест, пьет и надевиться не может. Кто же ты тут будешь, добрый молодец? А помнишь Эмелю, которого ты велел со своей дочерью бочку посадить и в море бросить? Я тот самый Эмеля и есть, захочу, все царство твое пожгу, разорю и тебя погублю. Царь испугался, стал прощения просить, женись на моей дочери, Эмелюшка, вели мое царство, только не губи меня. Тут устроили пир на весь мир, Эмеля женился на Марии Царевне и стал править царством. Вот и сказке конец, а кто слушал, тот молодец!